Здравствуйте, уважаемый Муфтар Кабулыч. Здравствуйте, уважаемый народ Казахстана. Здравствуйте, уважаемые инвалиды по зрению Казахского общества слепых Казахстана. С вами в эфире я, Джакипова Кульшахар Саримбековна, являюсь инвалидом по зрению первой группы. Я, Джакипов Кульшахар Саримбекович, являюсь инвалидом по зрению первой группы и являюсь также инвалидом войны в Афганистане также первой группы. У нас сегодня тема такая, у нас 24 сентября осудили незаконно Аубакира Байбала Табаевича по сфабрикованным делам. Вы уже давно, весь народ уже стоит на грани, что у нас все в судах фабрикуются дела. Не только в судах, это вообще-то, так как он был осужден до этого, он отсидел год и семь месяцев. А теперь же по этому же делу, по этому же месту, он снова это бьет, так как он не отсидел остальные. Что это значит? Это значит, что у нас суды и следственные органы, как говорил у нас наш президент Каса Мужеворской Мелости, что все это решается только в правовом поле. После событий в Алма-Ате, где были расстреляны 5 человек, двое полицейских, один судебный исполнитель и два новых хозяина. И теперь же что это значит? Что в правовом поле это никогда не будет решаться. Я еще хочу добавить. Касымша Мордки Мелыч, мы инвалиды. Сколько вам обращались по нашему делу, по казахскому обществу слепых? Какие большие хищения идут в общество слепых? Вы не хотите нас слышать. Я так поняла. Вы только в новостях говорите, что у нас слышащее государство. Мы этого не видим и не слышим. Да и весь народ на вас всех обижен. И весь народ не знает, куда себя деть. Во-первых, баснословные суммы на квартплату идут. Баснословные суммы продукты невозможно купить. Вот послушайте так, на одного инвалида только в год выделяется 4 миллиона 400 тысяч только тенге. А наш руководитель, Норузбаев Алмаз Собичанович, им было использовано только в этом году 81 миллиард. И куда эти деньги ушли даже никто, ни одно общество, ни агентство по противодействию коррупции, они даже этим не занимались. Хоть мы там и обращались, мы предоставили им документы в том, что это была вся эта пирамида. Они даже на это проверили, как вы сами понимаете, как это проходит по месту проведения. Кто платит деньги, тот и прав. Сколько судов проходит? Я, например, не могла восстановиться на работу. Я даже была права в этом. Но судьи решают в пользу, у кого кошелек толстый. И поэтому мы сколько раз обращались. Вот обращалась Джакипова Кульшахар Сагибиковна. У ней было это против Министерства юстиции. Там были все документы доказаны, что Министерство юстиции, они не должны были регистрировать Алмата Собичановича, так как у него был долг перед государством 134 миллиона тенге. Но они его зарегистрировали. И до сих пор они его не сняли с регистрации. До сих пор он получает эти зарплаты, его кабинет, его заместитель, его все это. И вот 5 октября они снова хотят провести этот съезд. Незаконный. Незаконный. По избранию, чтобы снова он был этим председателем Казахского общества слепых. Я еще хочу добавить. Косым Шамар Кемелович, почему вот недавно случилось с 5 человеком, что погибли? Это же ваша халатность, что вы как руководитель, вы не смогли нормально руководить. Вот милиции, которые, два милиции и вот судебные исполнители, вот эти два человека, которые должны были селиться в этот дом. Вы хотели на несчастье построить счастье, что ли? Такое не строится никогда. Вот теперь пятеро ребят погибли ни за что, потому что это ваша халатность, в государстве нету никакого порядка. Это же тоже эти пятеро ребят, чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то друзья, чьи-то сыновья. И что теперь? Такое горе начинили. У нас у казахов говорят же, Аткан Адамны, Азаба, Ульгин Адамны, Азаба, Аткан Адамны, Азаба, Ульгин Адамны, Ажалва трое. И зачем вы до такой степени народ довели? Разве у нас в Казахстане таблица Менделеева, что ли, плохая? У нас такая богатая страна, и вы вот такую нищету устроили. Дороги разбиты, где-то в аулах света воды нету. Люди все проголоди сидят, и вам не стыдно? И вы потом ездите, летаете в Брюссель, отчитываете, что у нас хорошо. Ничего хорошего тут нету. И тем более, скоро мы образимся Европарламентом с тем, что у нас в Казахстане инвалиды живут очень плохо. На что хватает 65 тысяч? Кто-нибудь из вашего кабинета министров, кто-нибудь из кабинета вашего президентского аппарата, кто-нибудь на это хотя бы месяц может прожить? Никто. У всех, даже у депутатов, все выжалуются. Вы поднимаете только зарплаты. Кому? Военным. Потом полицейским. Ну, никогда. А кому вы поднимаете зарплату? Пенсионерам? Инвалидам только на 5-7? А силу только на 10%? А что это? Вы посмотрите, в этом году была засуха. В этом году сколько погибло скота домашнего? И что вы теперь сейчас? Тем более, после этого, она еще насколько поднялась, это все это? Все цены. И тем более, 5-7%, что вы это? А силу это 500, 3 или 4 тысячи только поднимается пенсии и пособий. Вот я еще что хочу добавить. Касым Шумарки Мелыч, не обижайтесь. Я, например, сегодня всех зову на субботу. Всем выйти. Каждый город инвалиды, все выходите на митинги. Одному диктатору не надо отдавать свои родные деньги, которые принадлежат инвалидам. Сколько можно терпеть этот беспредел? Касым Шумарки Мелыч. И не надо нам поцелать вот этих ваших полицейских дубинками. И так мы судьбой обижены. Инвалиды. Мы белого света не видим. И еще мало того, что вы этим диктаторам позволяете красть наши собственные деньги, которые выделены нам, нашему народу, нашим инвалидам. Вы не защищаете никого. Я так поняла, что просто сидите и сидите. А диктатором не вас называют. Диктатором мы называем только... Наурусбаева. Наурусбаева, председателем ООО Косказахстана. Тем более, он никогда ни одного, ничего даже, кирпича не положит для инвалидов. Он только строит, если только для себя. Где он имеет бизнес-центр. Построил. Теперь же он переоборудовал его только в центр для реабилитации инвалидов. Но реабилитации... А в Толгарии, там стоит до того убогое общежитие, где даже, извините, даже скотину нельзя поселить. Где привязать нельзя. А там живут люди. И этому общежитию уже сто лет. Где его на обещание, что он построит общежитие для инвалидов? Где его на обещание, что он будет все это реализовать, все эти программы только для инвалидов? А он только делает для себя и для своих приближенных. Я еще хочу дополнить. Казымшу Маркемелович, вот честное слово, эта трагедия, неспроста это будет идти. Вы что, хотите, чтобы тоже дальше случилась трагедия, как вот недавно, вот в сентябре случилось с пять человеком? И разве это можно допускать? Ну что, у нас много в этом Казахстане, 19 миллионов человек. Да тут можно так прокормиться и не жаловаться никуда. Зачем летаете в Брюсселе и говорите, что мы там живем отлично? Да мы не живем отлично. Мы только существуем. Мы существуем на Нищенской 65 тысяч. А квартплата баснословная. Я, например, за трехкомнатную квартиру плачу зимой около 40 тысяч и дальше не знаю, на что жить. Вот инвалид-афганец всегда нуждается в лечении. Лекарства очень дорогие. Вы там только обещаете, что у нас будет хорошо. Да ничего хорошего. Продукты дорогие. Это спасибо мечетям, которые действительно раздают еду. Это тоже едва ли хватает. И то мы стараемся между собой с соседями, кому плохо, делиться. И стараемся друг друга не обижать. А вы позволяете диктаторам воровать наши собственные деньги. Конечно, Алматы он один сам не своровал. Тут ваши чиновники помогают. Вот тоже министерство. Это идет только чистое отмывание денег. Да, это министерство заинтересованное. Тем более министр юстиции в этом очень замешан. Потому что он не должен был его регистрироваться с таким большим долгом. Но он до сих пор его и так и не снял с регистрации. Скоро, вот 5 октября, снова будут его перевыборы. Он снова Алматы на Урусбайф, он снова опять на эту же должность. Он опять же сядет. И опять же этот министр юстиции, опять же его зарегистрирует. Хотя у него уже чуть меньше хоть долг. Там этого купа он заплатил. Но он все равно его будет опять же регистрировать. Потому что они замешаны здесь, замешаны финансы. Вот, я еще добавить хочу. Косым Жомарт Кемелович, вот после этой нашей передачи слепого человека пусть домой отправят. Как городской суд пройдет. Я знаю, что городской суд должен решить пользу этого слепого человека. Чего уже человеку под 70 лет. Он отбыл свое наказание. Разве лежачего бьют. Еще я добавил, с 2014 года есть приказ министра внутренних дел о том, что инвалидов первой группы, которые не могут обходиться без посторонней помощи, их не привлекает такой уголовной ответственности, чтобы они сидели на зонах, где они, в зоне лишения, где они не могут обходиться без посторонней помощи. Они должны быть заменены только на или на арест в доме, или чтобы ограничено было передвижение по городу, где он проживает. И все. Но не лишение свободы. Уважаемые инвалиды Казахстана, общество слепых, вообще инвалиды, вы недополучаете свои нужные деньги, которые выделяются государством. Насчет и помощников, насчет тифло-средства. А тифло-средства дают все допотопное. Нам выделяется 4 миллиона 400 с лишним тысячи тенге в год. Да это можно только так жить. Пожалуйста, выходите на митинг в субботу. Каждый выходите около своего акимата и выражайте свое мнение. Требуйте все это свое. Только свое требуйте. Требуйте свое. На мирный митинг только. На мирный митинг. Мы пистолет или дубинки не собираемся брать или кого-то бить. Мы хотим, Касым Жомар Кемелович, услышали вы и ваше правительство. Вы дайте это задание. Пусть этого слепого человека отпустят. И вообще пусть наши деньги должны поступать инвалидам. И чтобы средства массовой информации, СМИ, они не боялись нас снимать, чтобы насчет нас вести репортаж. Потому что они боятся, кто это, казахского общества слепых. Да, мы вас знаем. Ваша руководство, они так против нас судятся. Они требуют с нас такие деньги. Никогда не бойтесь СМИ. Мы только требуем только свое. Касым Жомар Кемелович, в судах большая коррупция. Суды как? У нас даже я права буду. Но если с толстым кошельком подойти, и они переворачивают так, что ты никак не победишь даже этот суд. Я не то, что там за победу, но я за правду, как есть. Я, например, защищала инвалидов от всяких преступлений. Например, у нас инвалиды от ДЦПшника насиловали. Что теперь мне надо было молчать? Единственное, что мне надо было просто письменно взять. Моя именно такая ошибка была. А так это на самом деле, что он был изнасилован. Когда я стала поджаловаться во всей инстанции, сразу Ебрагимова Алтнайкум Радмаевна ему купила коляску. Он потому что очень плохо ходит. А до этого, когда я добивалась, не могла добиться. Надо же вот так. И знаете, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло, как говорится. И вы говорили о правовом поле. Правового поля у нас никогда не будет, потому что наши суды, вы как знаете, они независимы. Пока они будут независимы, у нас никогда в судах правды не будет. Правда будет там, в этих судах, тот человек, у которого толстый кошелек. А простой человек, он никогда этот суд не выиграет. Спасибо за внимание.